Чуть больше месяца прошло, как ставропольские такси должны были пожелтеть. Именно так гласит закон, вступившись в силу на территории края с 1 января. Однако перекрашивать свои автомобили таксисты не торопятся. Здравствуйте, это дорожная полиция и я ее ведущая Елена Лазарева. Что грозит бомбилам за нарушение закона и какую новую фишку придумали таксисты для гаишников в сегодняшнем выпуске. Ставрополь на часах 5 часов вечера, то и время, когда таксисты на расхват. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками прокуратуры и ГАИ выехала на центральную улицу Ленина. Ждать нарушителей долго не пришлось. В 5 минут и первый клиент готов. Когда вы планируете устранять нарушение? До назначенного срока. Известно вам, что действует с 14 января 2013 года требование закона? Валерий пояснил, он бы и рад перекрасить свой автомобиль, но это стоит немалых денег. Чтобы собрать крупненькую сумму, работает с утра до ночи. Ну, во-первых, надо человека найти, который нормально делает. Что делает? Как что? Видоизменяет цвет. Пока мы беседовали с Валерием, мимо нас промчалось не меньше 10 такси и ни одного желтого. В том числе и этот водитель, управляющий мини-иномаркой. Мужчина рассказывает, машина в аренде, а хозяин категорически против перекрашивания авто. Сотрудникам прокуратуры такие отговорки пришлись не по вкусу. Закон и закон, и для всех он един. В соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае, если кузов автомобиля не соответствует требованиям закона, такому водителю будет выдано предписание Министерством транспорта Ставропольского края и установлен срок 30-дневный, согласно которому водитель обязан будет устранить данные нарушения. В случае, если по истечении указанного срока водитель не устранит нарушения, будет рассматриваться вопрос о отзыве у него соответствующей лицензии на право перевозок пассажиров. Только за час, который мы отстояли вместе с правоохранниками, мелькнуло порядка 50 такси, не соответствующих требованиям краевого закона. Мы решили на себе проверить, как же работают ставропольские таксисты. Вызвали водителя и уже через 10 минут нам пришла СМС, где указана марка автомобиля, госномер и имя шофера. Из разговора с мужчиной нам удалось узнать немало интересного. Скажите, а почему вы доехали к нам и сразу шашечку спрятали? Как почему? Менты же штрафуют. Сейчас же желтая машина должна быть. На этом хотят денег сделать, наверное. А почему вы до сих пор не перекрасили машину? Ну, вообще не тороплюсь, как бы, финансово. Это вопрос. Да и вообще портить машину. Сейчас туда-сюда я перестану таксовать, машину перейдется обратно перекрашивать. Это лишние деньги. Вдруг я ненадолго таксую, а все-таки портить машину я не вижу смысла. Просто хотят денег сделать власти. Лишний раз люди подстегивали деньги. А у вас на ферме много машин, которые еще не перекрашивают? Ну, большая часть, я бы сказал. Ну, в общем, вы решили работать, так сказать, подпольно, да? Ну, можно и так сказать. А куда деваться? То есть, хорошо, я такой пассажиры не возмущаюсь. А есть такие, которые там, вот? Не, не, пассажиры абсолютно не возмущаются. Они все прекрасно понимают. У нас же в России все время так. Ну, то есть, вы считаете, что на безопасность это никак не повлияет пассажиров? Тупо от денег очередной. Ну, конечно. На каждый закон у нас быстро свой противозакон находится. А законы для чего эти делаются? Например, этот, чтобы денег срубить гаишникам, ну и вообще властям, так скажем. Работая подпольно, бомбилы долго не протянут, уверены полицейские. Принять и смириться с новым законом им все же придется. В 69-м федеральном законе внесены изменения в административное законодательство. У нас три новых состава появилось для лиц, осуществляющих незаконную деятельность по перевозке пассажиров в легковом такси. Значит, первый состав – это управление без, осуществление такой деятельности без разрешения, грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Второй состав – это установка плафона легкового такси, штраф до 2,5 тысяч рублей. И нанесение сфитографической окраски такси – штраф 5 тысяч рублей. А это уже город Ессентуки. Тут таксисты открыто высказывают свое недовольство по поводу нового закона. Недоумевают, ведь необходимости портить машины, перекрашивая их в желтый цвет, нет. Принятие о том, какого цвета автомобиль должен быть – это не играет существенной роли. А то, что водители от этого страдают, должны где-то изыскивать средства для того, чтобы ее перекрасить или наклеить пленку – это никому не интересно. Почему вот сейчас я свою машину должен проклеить именно не на 20%, не на 30%, а именно на 70%? Кому пойдут эти деньги? Кому-то в карман или в государственную казну, в которой я плачу налоги? В государственную казну я плачу налоги за патент, то есть налоговое. Хочется, не хочется, автомобиль все же перекрасить придется. В Министерстве транспорта уверены – единый желтый цвет такси сделает этот вид услуги более безопасным и удобным для пассажиров. Во-первых, такси будет проще выделить в потоке автомобилей, а во-вторых, клиенты смогут отличить легальных перевозчиков от нелегальных. Нужно подчеркнуть одну вещь, о которой забывают нелегальные таксисты или те, которые не собираются перекрашиваться, уходить в тень и так далее. С 1 января 2015 года будет квотирование. Минимальное количество разрешений будет определено по состоянию на 1 июля 2014 года. Так вот, если до этого времени все легальные таксисты и нелегальные не перейдут в разряд законных перевозчиков и не приведут свои транспортные средства в соответствие, то с 1 января 2015 года вполне может получиться так, что они не смогут получить это разрешение. Это будет конкурсный отбор. Виталий Тольницкий добавил, они пошли навстречу к таксистам. Полностью окрашивать кузов в желтый цвет не обязательно, достаточно 70%. Ведь стоит это немалых денег, порядка 20 тысяч рублей. А кому и вовсе жалко портить автомобиль, допускается обклеить машину желтой пленкой. Но, как показывает статистика, такие условия устраивают далеко не всех таксистов. На сегодняшний день порядка 400 предписаний выписано. При этом сотрудниками ГИБДД направлено к нам для рассмотрения порядка 3000 нарушений, которые выявлены на линии за последние 20 дней. По ним по всем будут, соответственно, выписаны либо предписания, если будет обнаружено, что цвет не желтый на такси, либо будут меры возбужденного производства по делу, если там выявятся нарушения, такие как отсутствие графической схемы, отсутствие фонаря, информации и так далее, или путевой документации. Сейчас таксисты придумывают разные способы только бы отмазаться от гаишников. Так, например, берут вот такую обычную губку желтого цвета, рисуют на ней черные квадратики и крепят на крышу своего автомобиля. Или, например, крепят шашку зеленого цвета, якобы осуществляют доставку еды и мебели, а не перевозку людей. Ну а на сегодня у меня все. С вами была Елена Лазарева. Не нарушайте законов и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok